Спонсор показа онлайн-магазин игр steampay.com. Здесь вы сможете приобрести лицензионный Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и многие другие игры по самым привлекательным ценам. Все ссылки в описании. Не знаете, во что поиграть в офисе? Или какую игру запустить на слабом ПК? Я дам ответ сегодняшним ТОП-10 лучших хэнди-игр. Начнем с 10-го места, на котором располагается тук-тук. Вы играете за отшельника, живущего в густом лесу, в дом которого каждую ночь проникают незваные гости из потустороннего мира. Вам нужно не потерять ни жизнь, ни рассудок во время этих визитов. Удачно пережив ночное вторжение, у вас будет целый день на то, чтобы приготовиться к следующей ночи, отремонтировать дом и вооружиться всем необходимым. Для выживания герой может пользоваться разными предметами. Один из них машина, которая приблизит рассвет. Девятое место за Стэнли Парабол. Это ремейк необычного мода, где вы будете или не будете играть за Стэнли, офисного работника, который вдруг осознал, что оказался совершенно один в огромном здании. Вы будете следовать за сюжетом, и вы не будете следовать за сюжетом. У вас будет выбор, и у вас не будет выбора. Игра закончится, и игра не закончится. Загадка будет следовать за загадкой, а правила, по которым должна работать игра, будут нарушены. А потом нарушены еще раз. Восьмое место. Симулятор обезвреживания бомбы. Суть игры такова. Два игрока с совместными усилиями должны обезвредить бомбу. Причем тот, кто занимается разминированием бомбы, не может смотреть в инструкцию. А тот, кто смотрит в инструкцию, не может смотреть на бомбу. Так что второму игроку нужно очень быстро объяснять, что он видит на бомбе. На каждой бомбе находится от 3 до 11 модулей, которые нужно обезвредить за ограниченное время. Каждый модуль – это отдельная головоломка, которую игроку и экспертам предстоит решить совместными усилиями. Седьмое место. Супер Мидбой. Это платформер, где вам предстоит сыграть за живой мясной кубик, который пытается спасти свою подружку от злого эмбриона в пробирке. Наш мясной друг будет отскакивать от стен, чтобы пролететь над кучей гудящих пил, сквозь обвалившиеся пещеры и бассейн с гвоздями. Он пожертвует всем, ради спасения своей дамы сердца. Возрастающая сложность игры пронесет нашего мясного парня сквозь призрачные госпитали, соляные заводы и даже через сам ад. А если вам не хватает 300 уровней, то к вашим услугам эпичные битвы с боссами, редакторы уровней и тонны секретов, специальных зон и спрятанных персонажей. Шестое место. Лимбо. Лимбо представляет собой платформер, в котором игроку придется проявить способности к логике. Вы играете за паренька, который ищет свою исчезнувшую сестру. Геймплей игры построен на физическом взаимодействии главного героя с окружением, ящиками, деревьями и так далее. По мере прохождения, сложность и заощренность ловушек возрастает. Особенностью геймплея является бессмертие главного героя. Погибая, мальчик тут же оживает и снова старается обойти ловушку. Пятое место. Дедлайв. Помимо истребления зомби, в этой игре вам предстоит разгадывать множество задач и тайн. Решайте головоломки, собирайте предметы на локациях. Для продвижения дальше нужно потушить пожар водой из водонапорной башни, не вопрос. Электричество отрубить в половине квартала? Да пожалуйста! Зомби, которые тут именуются тенями, крайне живучи. В качестве оружия вы можете использовать топор или винтовку. Запас патронов на винтовке сильно ограничен. А при использовании топора здоровье героя пойдет на спад. Ведь это его истощает. И он теряет физические силы. Четвертое место. Аленшутер. Аленшутер. Это одна из старых, но очень добрых, поколена в кровище игр. Сюжетная линия довольно проста. Попадая в исследовательский центр, проводить расследование. Мы обнаружим, но просто армию разнообразных монстров, прущих изо всех щелей. Из арсенала у игрока будет практически все, что можно пожелать. Это пистолеты и дробовики. Пулеметы и ракетницы. И конечно же огнеметы. Что примечательно, музыкальное сопровождение это тяжелый рок. Под который, ну просто загляденье косить пачками выродков. Третье место. The War of Mine. Это приключенческая история. В которой вам предстоит противостоять снайперам самостоятельный поиск еды и медикаментов. Это совершенно иная война. Война глазами мирных жителей. В светлое время суток у вас не будет возможности выбраться из своего убежища. Охотники за головами предпримут все попытки, чтобы вы не смогли ступить и шагу на улицу. Ночью начинается совершенно иной этап. Короткие вылазки за продуктами и медикаментами. Взаимовыручка, поддержка и помощь друг другу. Ваши основные козыри. Второе место. Пять ночей с Фредди. Five Nights at Freddy's отправит вас на работу в милую детскую пиццерию, в которой происходят настолько жуткие вещи, что вы просто забудете про сон. Днем все дети веселятся с обычными роботизированными куклами. А ночью эти куклы... Первое место. Террария. Террария это инди-игра в жанре экшн-адвенчер. Создавайте оружие, чтобы воевать с разными врагами в разных биомах. Копайте глубже, чтобы найти драгоценные минералы, деньги и кучу других полезных вещей. Собирайте ресурсы, чтобы создать все, что вам нужно и сделать мир таким, каким вы хотите его видеть. Постройте свой дом, крепость или даже замок. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья вконтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.